Обрезка шелковицы. Начинаю обрезать деревья и вот моя шелковица. Дереву где-то пять лет, может даже шесть, уже честно так и не припомню. Но после вегетации оно выглядит довольно таки приличным по высоте. Вот где-то, наверное, четыре метра. Моя задача вернуть это дерево на прежней позиции, которые были весной. А урожай я выкладывал. В конце видео я покажу ссылку. Ссылкой покажу, как оно плодоносит. Все плоды снимаются руками. Можно где-то там приставить на веточку, но все, все-все можно снять руками. Не надо ничего трусить, не надо лестницы брать. Урожая хватает досыта покушать и, естественно, дерево вырывается вперед, так как шелковица это сильно рослое, мощное дерево. Но сейчас я его приведу в порядок и верну в прежние размеры, чтобы в следующем сезоне оно также радовало нас вкусными, сладкими и крупными плодами. Плоды очень вкусные и очень сладкие. Приступаю к работе. Итак, вот уже дерево после обрезки. Показываю уже результат. Дерево снизил я максимально. Ну, примерно где-то два с половиной метра. Это максимум, наверное, где-то примерно так. То есть, я хочу сказать о том, что любое дерево можно сдерживать силу роста его, но до нужных нам размеров. Естественно, это требуется определенная квалификация в этом направлении, так как по учебным и книжкам, по учебным каким-то там видеороликам сразу этого не добиться, потому что, еще раз повторюсь, в каждом деле требуется квалификация. Но скажу так, что можно любое дерево сдерживать. Вот, пожалуйста, шелковица. Это мощное, сильнейшее по силе роста дерево, которое без обрезки превращается в гиганта, недоступное потом для сбора урожая. И вот, пожалуйста, уже многолетнее дерево, и животное с хорошим урожаем. Урожай я покажу в конце видео. Вот. А сам факт в том, что у меня все плоды на этом дереве снимаются руками. Это самое главное, ради чего это делается обрезка. Хочу сказать несколько слов от тех, кто пишет комментарии. Я выкладывал там зимой обрезку шелковицы. Я их называю таких людей, которые очень много знают, в кавычках, называют диванные специалисты. Вот такие люди, которые смотрят книги, видео и так далее, и выносят критические комментарии. По большому счету, мягко сказать, это просто невежды. Дело в том, что, на мой взгляд, прежде чем выносить какой-то критический комментарий, сначала нужно, во-первых, критика должна быть, на мой взгляд, конструктивной. Это раз. Во-вторых, тот, кто выносит эту критику конструктивную, должен иметь квалификацию на порядок выше, чем тот, кому он обращается. Это два. Ну, а в-третьих, я, на мой взгляд, все-таки действительно специалист в этом направлении, который что-то понимает. Он никогда не будет выкладывать критику, так как обрезка – это творческое занятие. И человек, который что-то в этом понимает, он никогда так не будет писать, показывая свою глупость. Поэтому, что еще хотелось бы сказать? Дело в том, что достижение результатов может быть у каждого человека на творческих основах. Я показываю результат. Если человек действительно настолько умный и хочет кому-то что-то показать или научить, покажи из своей практики то, что ты умеешь делать, не на словах, а на деле. Я выкладываю и показываю то, что я умею на деле. Вот я говорю, что дерево, которое мощное, в силе роста, пожалуй, оно маленькое, два с половиной метра, оно обильно плодоносит. Я все плоды собираю руками. Как это я достигаю? Каким способом? Сколько я здесь оставляю ветвей и так далее. Это мой выбор, мое знание, мой опыт, моя направленность в этом опыте и так далее. Для меня важен результат. Как я это сделал? Это мое право, мой выбор. Я же еще раз скажу, это творчество. Мы созидаем, мы творческие люди, которые что-то делаем, что-то созидаем такое, от чего потом получаем удовольствие и наслаждение, радуемся и так далее. Поэтому сразу хотелось бы еще раз обратиться к тем людям, которые не соображают вообще ничего в обрезке, а пытаются там быть умными и так далее. Ну, не позорьтесь просто, не позорьтесь, не показывайте свою глупость. Вернусь к дереву. Ну, скажу так, что у меня ни одно дерево, где я обрезаю шелковицу. Есть у меня другие клиенты, там, где я занимаюсь обрезкой. Но также я сдерживаю силу роста, также обильные урожаи и также люди очень довольны. То, что небольшое дерево, которое усыпано плодами, радует своей сладкой и крупной ягодой. Скажу так, что в интернете нет видео по большим деревьям. Вот, в частности, шелковицу. Искал когда-то видео, хотел там привезти человеку по обрезке больших деревьев шелковицы. Ну, саженцы, режут саженцы, там, одна-двухлетняя, там, максимум, может быть, и даже, не знаю, трехлетняя есть или нет. Ну, а дальше, вот, дерево растет дальше. Дальше, как мы его будем формировать, как мы его будем сдерживать, как мы будем собирать дальше урожай, или мы выращиваем для птиц. Ну, странно как-то. Саженец, ну, покажите уже взрослое дерево. Я не буду показывать схему обрезки, там, все эти детали и тонкости. Во-первых, это требует времени, а во-вторых, я смотрю на сегодняшний день, что все люди, которые что-то знают, действительно что-то знают, то они бесплатно этими знаниями не делятся. Ну, такое время, наверное, что за каждый труд требуется какая-то оплата. Я тоже, как бы, начал смотреть на свой опыт совсем по-другому, более стал ценить его, потому что опыт дается временем, трудом, потом и так далее. Это не так просто, как кажется, на первый взгляд. Поэтому, как бы, сегодняшний мой подход, вот, в обрезке деревьев, это достижение хороших результатов. Я стараюсь выкладывать то, что наглядным образом показываю. Тем более, у меня большая клиентская база, которые очень дорожат, чтобы я к ним приезжал в каждый сезон и приводил в порядок их деревья. Поэтому будьте, как бы, сдержанными, да, и смотрите более объективно на то, что человек делает, на его реальную деятельность и практику. А болтунов с высокими образованиями, там, с бумажками и ахрономов, которые ничего не умеют на практике их валом. Не будем скромны и будем ценить труд других людей не по наслышке, а по их практической деятельности.